Перед вами стоит девочка, возможно ваша дочь, возможно ваша сестра, возможно ваша мама, возможно ваша подруга. Перед вами стоит женщина, которая родилась в поселке Раевский. Башкирия богата талантами, некоторые из них даже становятся кумирами и примерами для подражания миллионов россиян. Заслуженный мастер спорта, телеведущая и актриса Лиса Анутяшева встретилась с жителями Уфы. Все они пришли на ее авторский мастер-класс «Мотивация». Развиваем новый бизнес и мотивация не помешает лишней, тем более у меня сейчас ребенок и надо как-то совмещать все это. Очень крутая женщина, у нее классная женская энергетика, она успешна во всех сферах, поэтому хочу узнать секрет. Она наша землячка в первую очередь и мы пришли поддержать. За этим мы сюда и пришли, чтобы она поделилась своим успехом, своим жизненным опытом и дала какие-нибудь кейсы для дальнейшей жизни нашей. Ну я больше акцентируюсь на карьере, конечно, поэтому это еще одна причина, почему интересно ее послушать. Мотивация у нас есть, но хочется знать, как ее правильно ставить и не терять фокус. Вот я уверена, что Лисян Анутяшева нас этому научит. Всем пофигу на вас. Всем. Всем. Это правда жизни. Вы берете себя в руки, встаете и делаете. Вот правда жизни. Волшебной таблетки нет, а в ней очень хочется верить. Правда? И этой таблетки ждут все, но это будет неинтересно. Тогда вы будете понимать, как это, вы не будете находиться в состоянии зависимости от кого-то. В зависимости от врача, в зависимости от гадалки, в зависимости от чего-то еще. Вы будете сами своей волшебной таблеткой. Вот что нужно знать. Утяшева поделилась историей своей жизни с самого начала. Взлеты и падения в большом спорте, потеря матери и поддержка мужа. Но главный акцент выступления был сделан на внимании к своему здоровью и важности крепкого сна. Поймите одно, что вы свое тело не поменяйте, как платье в магазине или как костюм. У вас не будет второго шанса прожить свою жизнь. Мы не пишем жизнь на черновик. И надо об этом помнить. И здоровье – это самое главное. Во-первых, это мелатонин. Это очень важно. Потом рука у вас не поднимется съесть какую-то чушь из холодильника. Это очень важно. И вы похудеете. Потому что если девушки и мужчины зафиксируют это в себе, ложатся спать 23.00, то вы заметите, как вес плавно и плавно пойдет вниз. Кило за ночь. Просто проверьте. Спортсменка раскритиковала родивших и запустивших себя женщин. Обещав вернуться в следующем году, телеведущая дала Уфимкам необычный совет. Я желаю всем Уфимку не на меня смотреть, а на себя смотреть. И собой заниматься. И, как обычно я это говорю, не искать виноватых и козлов отпущения. Понимаете? А заниматься собой и саморазвитием. Вот что я посоветую. Эльнара Хасанова, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.